Змееносец тринадцатый знак состоит из тринадцати знаков зодиака. Один убрали. Часы – это прототип зодиакального круга. Но на небе их тринадцать знаков зодиака. И змееносец называют змееносцем. Потому что флаг палочкой и такой флажок развивающийся. У созвездия, да? У созвездия, да. Змееносца, оказывается, знаменосец. Не змееносец, а знаменосец. Правильно. Я сейчас объясню, почему знаменосец. Зодиакальный круг – это у каждого человека человеческая эволюция. Она начинается с Овна. И если мы из космического пространства посмотрим на наш зодиакальный круг, то он уже будет не круг, а виток спиральный. И вот внизу – Овен. Зодиакальный. Потом идут все знаки по возрастающей и верхние на доверном. Это знаменосец. То есть флаг – это флаг тебе в руки, это удачь. То есть знаменосец. А вот что значит флаг тебе в руки, да? Каждый человек проходит. Да, знаменосец – это вот верхний знак, он верхний. И знаменосец очень близко находится к миру слави. Восходящее. Ну, это же всего лишь годичный цикл. Следующий год опять начинается. Зодиакальный? Смотри, есть зодиакальный круг, по нему из центра галактики и видуешь. Делать опять тоже против часов сделки. Была эпоха рыб, теперь эпоха водолей, потом козерога и так далее. Ну, как у нас вот энергия дежит. Энергия движется, и солнце движется слева направо. Посмотрел с другой стороны, и здесь право на лево. Наша галактика тоже как плечный путь, она тоже закручивается против часовой стрелки. Ракушки, посмотрели, ракушки тоже. На северах, где фокус. Все против часовой стрелки, то есть это эволюция. Смотри, здесь эволюция движения слева направо – это эволюция. Справа налево – это эволюция. У нас часы, которые у нас висят на стене, они все эволюцию, образ эволюции. Мы смотрим на них. Инволюция? Да. И мы развоплощаемся. То есть мы эволюционируем, а мы эволюция. Ну, посмотрите, что… Приближается смерть. Я могу вам доказать, что… Смотрите, был матриархат, и раскопли показывают, что были очень высокие технологии, которые даже сейчас очень доросли. Во время матриархата был очень высокий уровень технологий. Потом начался патриархат. А так как мужчина не знает правил, он правила не знает, чувства у него не развиты. Вот он еще и довел. Сколько лет был патриархат? Мы видим, что сейчас все доведено до кризиса. Экологический кризис, экономический кризис. То есть кризис по всем жанрам идет. Потому что мужчине не дано… Ну, патриархат, условно говоря, 3000-4000 лет, да? Да. Мужчинам не дано управлять. Потому что… Мужчинам не дано управлять. Мужчины – это интеллект. Он накопитель знает. А женщины – 6 тысяч, а у нас? Патриархат. Звучается. Но они же действуют вместе. Они же могут мужчинам без женщинам. Женщины без мужчинам. Знания не откроются. Вот я не то сказала, потому что перебивают. Я говорю, был патриархат и были свои перекосы. Теперь патриархат тоже свои перекосы. Сейчас должна начаться эпоха синтеза. Когда вместе взаимодействие. Это идеальное положение, когда взаимодействие. Когда никто не хочет над кем-то верх взять. Потому что мужчина – это единица со знаком минус, а женщина – единица со знаком плюс. И ступенька одна. Никто не выше, ни мужчина ниже. Если это царица и царь, если это богиня, им нужен бог. То есть, понимаешь, одна ступенька. И никто не может выше, никто не может друг на другом завершаться. Они вместе взаимодействуют. Никто не должен пытаться взять верх и тянуть идея на себя. Хотя мужчина склонен тянуть на себя. Потому что, если мы возьмем явление электролиза, то минус всегда тянет. Минус на себя. Вот возьмем две пластинки. Это как мы ионизируем серебром воду. Опустили две пластинки. Плюсовая растворяется, ионы вылетают в сторону минуса. Минус всегда тянет на себя. И мужчина, и женщина тоже на себя тянет. Понимаешь? То есть, у минуса есть такие особенности. Тянуть все на себя. Диалог на себя. Инициативу на себя. Все на себя тянуть. Это свойство минуса. Минус – это фаллический символ. Понимаете? Женщина – это плюс. Плюс – это отверстие. Ну, а в человеке как понять, что минус? Или это просто мужчина всегда минус, а женщина всегда плюс? Всегда. А, в этом плане. Да. Слушай, слушай. Ну, а на самом деле сейчас в нашей цивилизации идет феминизация общества. Мужчина становится женоподобным, а женщина мужественная. Мужественная женщина – она узкий таз, широкие плечи и бесплодное чрево. Смотри. То, что сейчас происходит. Мужчина… Это уже записали, да. Говорили дальше. Да. Вот. Поэтому сейчас у мужчины широкий таз и узкие плечи. А у женщины широкие плечи и узкий таз. Бесплодный. Она становится бесплодной, потому что она мужественная. Мужественная женщина всегда у нее проблемы с родовой деятельностью. Ну, да. Вот. А женоподобный мужчина – у него проблемы с активностью таза неактивные, вялые. И он такой полный, пузатенький, с сиськами. Все такое. Мужчина. А женщина сухая, поджарая, плечи вот такие, таз вот такой. У меня это все неправильно. И самое интересное, что сейчас мужчинам современным, из-за того, что они женоподобные, нравится своя противоположность. Именно женщина мужественная нравится сейчас мужчинам. И мода такая пошла. Вот. Но эти женщины, у них плохая родовая деятельность. Неплохо рожают, беременеют. Да, у них плохая родовая. Ну, да. Это знакомый пример. У них испытывает мужские гормоны. Женщины, занимающие йогой, становятся бесплодными, потому что йога – это занятие для мужчин. В первые разы все слышали. Я согласен. Вообще йога называется танец шивы. Шива – женщина. это не женщина это мужчина йога это в основе йоги лежит именно танец шивы ты понимаешь просто этот танец есть йога в танце и при этом танцы у человека вырабатываются мужские гормоны если женщина очень интенсивно занимается пока она просто занималась йогой у нее было более миссии нормально как только она стала преподавателем любви она стала бесплодной я ее не пришлось ее лечить вот поэтому энергетика там уже другая гормоны другие вырабатываются женщина хорошо восточные танцы может это йога специально какая-то минсу думать самая простая гимнастика а следовательно мужчины танец и будут и станет женщина и танец мужчины мужчина свой танец женщина свой восточный танец когда вот чтобы не было застой в малом тазу женщина танцует а йога для женщины не полезно то есть но можно как чтобы иметь широкий взгляд позаниматься чтобы знать что это такое женщина познает мужскую природу и полезно может быть это узнать попробовать но систематически этим нельзя потому что женщины вот даже специалистов интересуетесь то вы поймете что у у нас только женщина самом на югу выходит поэтому происходит бесплодие вот в индии нет такого что там было бесплодие в индии нет бесплодие поэтому это национальное огромное количество народу численность населения много детей рождаются в россии геноциды программу закончила на работу человека сканировали проверили полностью как называется то это программа это называется вектор десятая версия другие версии не очень хорошие так как windows вот есть векторы современная лишь видно весы вектор аппарат вектор на 10 до последней десятой версии